Меланома кожи 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 подробно остановиться на исследовании американских коллег, опубликованном в 2013 году, исследование представило модифицированное правило ABCD, адаптированное именно для пациентов детского возраста. В данном исследовании приняли участие 70 пациентов детского возраста с меланомой кожей, 19 пациентов группы А с препубертатным заболеванием, 51 пациент группы В с пубертатной формой меланомой кожи. Результаты показались крайне интересными, так как более 60% пациентов группы А и более 40% пациентов группы В не продемонстрировали классические критерии ABCD, в то время как большая часть пациентов продемонстрировала модифицированные критерии ABCD, такие как амилоноз, кровоточимость, пополонодулярный характер образований, однородное распределение пигмента, развитие образований дынова любого диаметра. Стандартом лечения локализованных форм меланомы кожи у детей является хирургический метод. Граница отступа строго регламентированной зависит от толщины опухоли и глубины инвазии. В то время как терапия детей с диссиминированной формой меланомы кожи на сегодняшний день является большой проблемой и требует комплексного подхода, который включает хирургический этап, химио-иммунотерапия, участие пациентов в клинических исследованиях, лучевая терапия по большей части применяется с палеоативной целью. Терапия метастатической и нерезиктабельной меланомы кожи у детей проводится в рамках клинических рекомендаций. На сегодняшний день существуют клинические рекомендации 2017 и 2020 годов. При распространенных формах заболевания, нерадикальном хирургическом предшествующем лечении, либо рецидиве меланомы кожи у детей, в рамках клинических рекомендаций 2017 года был предложен системный подход в рамках химиотерапевтической опции как в монорежиме, так и в полихимиотерапевтическом режиме. Иммунотерапия альфа-интерфероном не доказала своего преимущества наперед полихимиотерапевтической опцией. Лучевая терапия, как и говорил ранее, по большей части с палеоативной целью и с общим неудовлетворительным результатом. На сегодняшний день в литературе представлено несколько клинических исследований, описывающих именно иммуногенную природу меланомы кожи. Меланома кожи у детей также является высокой моногенной опухоли, аналогично взрослым. И именно на этом подходе смена тактики лечения произвелась в рамках клинических рекомендаций 2020 года. В качестве терапии первой линии было рекомендовано применение и пилимумаба, и неволомаба, и цитостатического докарбазина. Далее, позвольте перейти к опыту нашего центра. Естественно, меланому кожи у детей мы видим крайне редко, это казуистика. В основном к нам дети приходят с доброкачественными меланстерными образованиями кожи. Отчетный период, по которым представлю материал, это сентябрь 2020 по май 2021 года. 190 пациентов прошли у нас дерматоскопическое исследование. 55 детям было выполнено удаление меланстерных образований кожи различными методами. Дерматоскопическая картина меланстерных образований кожи была оценена в рамках существующих на сегодняшний день общепризнанных дерматоскопических алгоритмов. На слайде представлена дерматоскопическая картина пациентов детского возраста. На наш взгляд, она крайне интересна и соответствует именно процессам естественного невогенеза возрастного периода детского возраста. В 75,5% случаев окраска невусов была неравномерной. В 55% случаев диаметр образования превышал 6 мм. В порядке 50% случаев было выявлено гомогенной беструктурной области. Также достаточно частым морфологической структурой являлась типичная глобула сосудистой структуры в виде запятой. Также, что на наш взгляд достаточно важно, это присутствие таких атипичных структур, как бело-голубые вуали в 10% случаев. Новообразования были удалены различными методами. Наиболее часто мы прибегали к лазерному удалению. На втором месте хирургическое осечение и панч-биопсия. Локализации размера на образование кожи сильно варьировались. В локализации превалировало туловище. Размер варьировался от 2 до 30 мм. Максимальное образование локализовалось на волосистой части кожи головы пациента. Вне зависимости от метода удаления меланцитарного образования кожи у ребенка, мы в 100% случаев получили морфологическую верификацию процесса. Наиболее часто верифицированным морфологическим типом был популярный интердермальный невус. Также часто были интердермальные невусы, сложные невусы, сложные как обычные, так и популярные структуры. Далее, позвольте перейти к клиническому случаю. Для нас это уникальный клинический случай. Пациент двух лет с диссеминированной формой меланомой кожи. Из анамнеза известно, что с рождения ребенок наблюдался детским онкологом по месту жительства по поводу гигантского невуса волосистой части кожи головы. Однажды была зафиксирована травматизация образования. Через месяц после чего матерью ребенка было зафиксировано образование мягких тканей шеи справа. По месту жительства ребенок был дообследован. Выявлен конгломерат лимфатических узлов до 9 см в максимальном измерении. Для дальнейшего дообследования и лечения ребенок поступил в Санкт-Петербургский государственный медицинский педиатрический университет, где ребенку было выполнено иссечение меланстарного невуса волосистой части кожи головы и биопсии конгломерата шейных лимфатических узлов справа. Процесс был верифицирован в Национальном медицинском исследовательском центре имени Дмитрия Рогачева. Был поставлен диагноз меланомы, возникшего в рожденном невусе без изъязвления, с очагами сосудистой и переневральной инвазии. Уровень инвазии по Кларк-4, глубина прорастания по бресту не менее 3 мм. В лимфатических узлах шеи, естественно, были верифицированы метастазы. Для дальнейшего обследования и лечения ребенок поступил в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Николая Николаевича Петрова. Нами была повторно выполнена биопсия конгломерата шейных и лимфатических узлов. Гистологический диагноз был подтвержден. Ребенку был выполнен спектр молекулярно-генетических исследований, по результатам которой была верифицирована НРАС-мутация. По результатам комплексного обследования также было обнаружено метастатическое поражение С2 правого легкого и тотальное поражение костного мозга клетками меланомы. Терапия пациента была определена путем междисциплинарного консилиума, так как это крайне казуистический для нас случай пациент двух лет с диссиминированной формой меланомой кожи. В качестве терапии первой линии нами была принята тактика системного лечения. Пациент получил два курса полихимиотерапии по схеме цисплатин-винбластин-докарбазин, после чего по данным контрольного обследования был зафиксирован очень хороший ответ. Контрольный конгломерат лимфатических узлов шеи уменьшился на 86%. Метастатическое поражение правого легкого регрессировало. По костному мозгу мы зафиксировали выраженный хороший ответ, то есть при тотальном дебютном поражении костного мозга после двух курсов были выявлены лишь единичные опухолевые клетки в одной из точек. На слайде представлен стоматический статус пациента после двух курсов системной терапии. Таким образом, нам удалось подойти к основному этапу лечения к хирургическому. Ребенку была выполнена операция края или справа, моноблочное удаление послеоперационного рубца теми на затылочной области, субтотальное удаление околочной слюной железы справа с сохранением ствола лицевого нерва и его основных ветвей, экстерпация подчелюстной слюной железы, также в моноблоке с препаратом и резекцией маргинальной ветви. Таким образом, выбрав тактику системной терапии в дебюте, с последующим хирургическим лечением, на наш взгляд, нам удалось достичь достаточно хороших результатов. Резюмируя свой доклад, хочу отметить, что дифференциальная диагностика меланомы и доброкачественных меланцитарных невысов сложна, так как картина образований варьирует в зависимости от возраста пациента, от пигментного фенотипа, от воздействия ультрафиолетового излучения генотипа, а также анатомической локализации потенциала для изменения. Современные средства для обнаружения меланомы полагаются на морфологическую картину, однако не отражают особенности, присущие возрастному периоду пациентов детского возраста. Лишь стандартизированные исследования с большим размером выборки, а также долгосрочное динамическое наблюдение могут нам дать важные ответы, связанные с эволюцией и развитием доброкачественных меланцитарных образований кожи, этиопатогенезом, особенностями течения меланомы кожи у детей и пролить дополнительный свет на подходы к терапии столь редкой злокачественной патологии детского возраста. Благодарю за внимание. Продолжение следует...